Киев не хочет идти по пути мирного урегулирования конфликта в Донбассе. Передышка была использована для перегруппировки сил, сказал президент Владимир Путин, выступая перед студентами Горного университета в Петербурге. Это заявление мы получили только что. К сожалению, официальные киевские власти отказываются идти по пути именно мирного урегулирования, не хотят решать политическими средствами. То сначала правоохранительные органы использовали, потом службу безопасности, потом армия. Потом, когда мы столкнулись на сопротивление, прекратили боевые действия. Использовали, к сожалению, мирную передышку исключительно для перегруппировки. Опять начали, вот сейчас опять начали. Тысячи людей уже погибли. Это, конечно, реальная трагедия. Мы часто говорим украинская армия, украинская армия. На самом деле, кто там военный? Там действительно частично официальные подразделения вооруженных сил. Но в значительной степени и так называемые добровольческие националистические батальоны. По сути, это даже не армия. Это иностранный легион. В данном случае иностранный натовский легион. Который, конечно, не преследует цели национальных интересов Украины. Там совсем другие цели, связанные они с достижением геополитических целей сдерживания России, что абсолютно не совпадает с национальными интересами украинского народа. Но, к сожалению, мы видим то, что видим. Надо людям помогать. Кстати говоря, многие люди уклоняются уже от мобилизации, стараются к нам переехать здесь, пересидеть какое-то время. И правильно делают. Потому что их просто толкают туда, как пушечное мясо под пули. Но у нас там проблема, в соответствии с новым законом, граждане Украины не могут находиться на территории Российской Федерации более 30 суток. Они возвращаются, их ЦАП, и опять туда под пули посылают. Поэтому мы, наверное, здесь изменим кое-что. В рамках закона можем увеличить срок пребывания определенных категорий лиц, прежде всего, призывного возраста.